Молодежь в интернете тусуется, они симпатичные ребята. Вот, я вначале, нет, нет, подождите, я сейчас снимаю, это я буду как бы режиссером, ладно, а то вы их научите, научите, а я хочу, чтобы все было искренне, ну так, не по тексту, смотрите сюда, значит, дело в чем, значит, во-первых, ой, сейчас все идут сюда, ой, вся семья. Так, вы к нам? Да, ну ладно, смотрите, что получается, давайте еще в тень, значит, почему я остановился именно здесь, сейчас это станет ясно. Особенно касается молодежи, потому что молодежь вообще не интересуется садоводством, это вам упрек, так, нет? А вы на огороде работаете, тяпку умеете держать? Ну, сельчане. Так, тогда я буду разговаривать вот с этой милой дамой, представьтесь, пожалуйста. Так, меня зовут Валентина. Кот, Валентина, вот, кем вам приходится, кого вы сейчас упоминали? Так, я в гостях у своей сестры, Нины, она ездила к господину Железову, покупала рассаду именно вот этих вот саженцев, прекрасных деревьев. Где Нина? Где Нина? Нина сейчас занята своим делом, ее она отсутствует, но я могу подтвердить, я очень часто бываю здесь, это все происходило на моих глазах. Хорошо, теперь дальше я чуть скажу. Итак, друзья, это, поверьте, количество просмотров моих фильмов у самых крупных, уже самых, ну, не свежих, но которые несколько лет, 50-60 тысяч, а остальные тысяча, 5 тысяч, там, вот это. Ну, в принципе, уже Китай меня знает, в Америке знают, ну, и какое-то количество россиян знает. Теперь, для чего мы здесь стоим? Я проезжал мимо вас, я сейчас еду с рынка. Дело в том, что я объясняю уже не вам, а слушателям и зрителям вот этого фильма. Я сейчас был на рынке, на рынке продавались абрикосы, я все ведра зафиксировал на этом, все, везде среднеплодные, я не встретил ни одного крупноплодного. Сейчас, смотрите, вот это дерево пусто, вот там, вот тут плодик. А, ну, просто уже отменили, а начались остались. А, сейчас, 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 можно ничего, что я сорвал? Конечно. Вот, вы у меня его купили, ну, не вы, Нинок, я-то помню, или не так, факт покупки не помню, но я-то езжу каждый год мимо. И вы знаете, когда у меня, у Железова не было культурных абрикос, только одни дикари плодоносили, три года назад, помните, в дикую зиму. Вот, у вас на этом абрикосе висело, как всегда, полно. Да. Теперь, объясняю, так сказать, зрителям, непосвященным. Подхожу, поднимаю. Енисей, видите, надеюсь? Вот это я не замерзающий Енисей. Это мы находимся от него в десятках метров. Вот это вот ГЭС, которая не Саяно-Шушенская огромная, а вспомогательная ГЭС. Вот она, это называется Майнская ГЭС. Для чего я это показываю? Климат благодатный, и здесь должно таких абрикосов быть. Сотни и тысячи, и кормить мы должны. Не те несколько десятков ведер, что я снял на рынке одномоментно. Это, кстати, очень, с одной стороны, вроде много, глаза разбегаются, убого. Несколько десятков ведер на это, на главном рынке, в воскресенье, в час дня, ну что это такое? Это уже остатки. Так вот, куда делись крупноплодные? Это в тени вот они растут. Покажите, например, на пальцах, какие вы сняли. Мы сняли вот такие вот. Вот такие, да. Ну просто они уже отошли, вы поздновато приехали. Вот, ну я думаю, вам поверят. Сочные, сладкие, медовые, оранжевые, вот такие вот, это просто остались уже. Понятно, ну в общем получается. Это просто в восторге, это просто не верится. Это были вот просто теннисные мечи нынче весели. Просто шикарные. А я приехал... Люди проезжают мимо нашего двора, видят улицы, и все останавливаются и просят, продайте, продайте, продайте. Мы практически их раздали и продали родственникам и всем, потому что это просто великолепие. Это чудесные просто плоды. Вот, и вот те поздние остались, вот тоже они поверят. Пойдемте посмотрим на поздние. Прекрасные. Вот. Значит, с королевским разобрались, но у меня тоже, кстати, они уже закончились. Ветки ломают. А это, знаете, как сорт называется? Вот. Ну мне или не знать. И причем, что интересно, смотрите, я показываю всем друзьям, у меня несколько поколений было привито-перепривито. Это особая работа. Вот, железов, нет, Мичурин-железов. А чисто амуры, вот они, наконец-то чисто увидел. Ваша форма, вот эта линия чистая. Почему? Первое поколение. Смотрите, сколько лет дереву. Вот это, наверное, одни из первых моих покупателей. Оренина была. Да, 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 да. Вот. Кстати, еще, по-моему, где-то груша была. Не помните? Груша есть. Огромными плодами. Вон, посмотрите, лесная красавица. И груша есть. Ой, давайте по порядку. Вот теперь тося мои, потому что груша эта. Вот они с Васей ездили. Так, давайте так, по порядку. Самое главное, чтобы люди поверили, это не постановочные кадры. Вот. А это амур. Причем, вот форма носик его. Карменокрасная краска с пятнышками. Так. Так, теперь, где бы нам взять шпелый? Ваш чуть-чуть отстает от моего. Ну, а вот он попозже. Он попозже, но я все-таки, смотрите, вот он почти шпелый. Я не вам, а всем показываю. В чем его прелесть? Сухая косточка. Да. Даже не сомневаюсь. Да, 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 да. Сухая косточка. То есть, она называется сухой не чисто, потому что сухая, а потому что она легко отстает. Такой сорт. А в Королевском, да. Там някоть на косточке. В Королевском. А здесь вот, да. Ну, мы еще подсобрали уже тоже вчера. Ну, понятно, трещоти помаленьку. Да, да, да. Значит, я обращаюсь ко всему миру. Если у нас есть такие места, если здесь, а я их таких как отслеживаю, не только вот эти ваши, я же каждый год проезжаю и фотографии делаю. Селок Сизай, Шушенского района, вон на той стороне, вон она, на Майна. Здесь не видно отсюда этих самых домов. Вот, они чуть ниже. Вот отсюда Майна, они туда вниз начинаются. Когда было радостью садоводства, здесь был только паром. И каким-то образом отстали, Шушенская, несмотря на научные кадры, и там, в частности, так называемая Сизайя, Сизайя, это три деревни, Сизайя, Никитина и Красный Хутор, правильно? Почему я сказал так называемая деревня делится на три деревни, отстали с удовольствием капитально. И надо было мне начать реализовывать саженцы, и здесь завелось на этой стороне несколько десятков абрикосов. Всего. И на этом коммерция моя с Сизинцами закончилась. Да, слава идет, да, неубиваемая, да, Железовские. Вот подтверждение. Так. И толку нет. То есть, один-два Сизинца в год приезжают засаженцы уже к моему сыну. И повторяю, это уникальнейшее место. Почему и не все рядом. Вы заметили, что зимой здесь иней на деревьях. Вот, мне так было стыдно, 2012 год, у меня пустой сад, я имею в виду культурный, дикие были, а культурных плодов не было. А у вас все было вешано. Вот. Я сцепил зубы, говорю, ну когда же к ним заеду, и пусть подтвердят, что это мое, что это не это самое, что я отстал уже от простых людей. Вот, теперь давайте так, залужение, как я учил, никаких перекопок, правильно? Так, ям нету, чья школа. Вы, наверное, не в курсе дела, что я учу, что никаких ям. Если бы были ямы, абрикосы были бы уже давно мертвы. Я много нагляделся на мертвое. Вот они, красавцы. Теперь, еще хотели бы мне показать груши. Лесная красавица. Ну, естественно, моя, кто бы еще настоящую продавал. Давайте смотреть. Так, я пока вижу яблони, вот она. О, настоящая, у меня такое же дерево, причем интересно, они так похожи друг на друга. Форма вот эта вот, вот эти вот веточки, вот так вот. Здорово. Вот, и еще, вы заметили, что бы самую сладость набирает, когда немножко траве полежат? Заметили, нет? Или сразу едите, не дожидаюсь? Ну, не вот, наверное, позднее, да, ей нужно полежать немножко. Да, но зато после этого вкус какой у нее? Шикарный. Шикарный. Посмотрите, какая связка. Посмотрите, вот это тоже, по-моему, королевский. А это нет, это не королевский. У вас, стал бы я продавать. Я всегда продаю разные, они должны опылять. Откуда вот эти сумасшедшие урожаи? Откуда вот эти ветки? Вот. Это серафим. Серафим? Вот, смотрите, вот этот с носиком. Да, да. Ярко выраженный носик, на тех даже больше был носик. А вот и не видно носик. Это амур. Так. А вот это... Серафим крупнее, немножко ярче окрашеннее. Ну, это тоже, видите, остатки. Остатки, да. Ну, хорош. Хорош. У меня серафим испортился. Слушай, что теперь делать? Чистоте остались только ваши. Да. А вы знаете, как подвой влияет? Я говорю, не вам, а слушателям. Каждое новое поколение подвой через колено ломает привой. Вот честно. Приучил его к себе. Да, уже держит морозы. Все. У меня же холоднее намного. Я еще с Татарова встретил. Он на той стороне, один из лидеров торговли. Вот. У него сливы. Он продает, а у меня еще зеленые. Вставляете, как? Те же сорта. Вот так. Разница. Еще раз. Еще раз с удовольствием. Хорошо, что показали. Да. Вот они чудесные серафимы. Вот они. Смотрите. Вот прирост последнего года. Ага. Кто-то, кстати, обил листья. Не годится для примера. В общем, приростов почти нет. Вот, допустим, на Амуре есть. Амур у вас тоже... Еще раз подчеркиваю. Я не только с вами говорю. Ага. Я вашими глазами с людьми говорю. И вашими мозгами. Вот еще раз. Амур чистый. Так. Ветка. Супер ветка. Смотрите. С нее можно получить несколько прекрасных прививок. Всегда учу. На прививку берется... Смотрите. Отсюда две-три почки спящие. Ага. Так, сейчас левая рука трясется. Отсюда вот этот фрагмент берется. С самого низу. Это я весь мир уже учу. Этого не знает никто. Вот эту. И на крайнем случае вот эту. Вот этот метр отрезается и выбрасывается. Выбрасывается. Вот тогда получаются другие. Они у меня, допустим, Амуры крупнее ваших. Ага. Но уже изменили. Форму изменили. Но это уже не страшно же, да? Ну, конечно. У нас же тоже дети все разные родятся. Конечно. Это нормально. И я к чему это говорю. Вот эта ветка, если ее брать в работу, уже, так как там подвой манчжурец мой. Я говорю, какой счастье, что мои деревья, я знаю, о чем говорю. Вот. Она должна стоить тысячи долларов до десяти тысяч долларов. Это если бы, почему, институту создать подобное начав с нуля, понадобится бюджетных денег. Это опять же я вот сюда в экранчик говорю. Понадобится бюджетных денег. А здесь-то уже гены манчжурца и в плодах. И вот, подчеркиваю, для всего мира. И вот в этой веточке гены манчжурца. Так. Вот. И им начинать не с нуля, а уже даже не с середины, а с конца. Готовы. Полностью готовы. Это как, знаете, допустим, где-то пока кто-то еще на Запорожцах ездил, а кто-то взял Мерседес, разобрал и сделал то есть такие же детали и сразу вышел на новый уровень. Так и тут. И вот это вот уникальная вещь, я говорю всем, не знаю я ваш адрес говорить, не говорить, вот в эту, ну то есть во всеуслышание или стереть. Вот это уникальные вещи. Сохранился Серафим, как я вам благодарен, сохранился Амур. Сохранилось, если верить вам, еще раз покажите, раз их нет уже этих. Вот такие вот были, как теннисные мячи. В этом году их было меньше. Не, 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 не пинг-понговые. Не, 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 вот такие огромные, сочные, сладкие, вот прям мясистые вообще. Он правда взрел, вот падал и разбивался, вот прям растекался, вот до такой степени. Ой, в этом году они сахаристые, прям разрезают, такое впечатление, что там они, этот, сахар. Мед, мед, медовый. Вот, теперь, друзья мои, я вас очень благодарю, так, значит, хотите, все по-настоящему, фамилия, имя, отчество. Золотухина Валентина Ивановна. Золотухина Валентина Ивановна. Золотухина Валентина Ивановна. Нине, привет. Я просто счастлив, что когда-то она, это, лесная красавица, это тоже чудо. Но у меня сейчас, в данном случае, на первом месте абрикосы. Почему? Их у вас не должно быть. Объясняю теперь молодежи. Может, когда-то, вот мой приезд, какую-то роль сыграет по жизни. Почему? Смотрите, цитирую, самые солидные источники. Вспоминайте, какие были морозы. Так вот, при 25 градусах должны погибнуть все цветы. А у нас злая, такие теплые зимы. При 25 должны были все цветы погибнуть, при 30 все деревья. Ну, сибиряки. У нас 25 и 30 было, но тем не менее, они живут много лет. Вот, так вот, значит, больше, в смысле, ниже. Ниже. Да. Бывало, прихватывало цветы, что мало плодов было. Да, было дело. И они оставались и живые. Оно всегда так. Но у нас из трех лет два точно плодоносят. Правильно? Да, да. Ну, практически каждый год. Теперь. Больше, меньше, это уже другой вопрос плодов. Но каждый год плодоносят. Еще хочу и, так сказать, и холодный душ, и хочу, чтобы была бочка меда. Вот эта прибрежная зона, огромное водохранилище есть везде. Везде, в дальних, должны расти вот эти чудеса. Почему? Потому что у меня холоднее, сами знаете. Да, да, да. И там получается, что выдерживает до 40 градусов. Вот. Только, допустим, при 40 у меня эти продолжают плодоносятся, если заморозков нет. Королевские роскошные могут пропустить урожаи. Вот единственное. А сами деревья не гибнут. Вот это предел. Это значит, что их должно быть тысячи. А об этом никто не догадывается. Раз. Теперь молодежь. Запоминайте, сайт Железова. Это если кого-то вдруг, однажды кто-то скажет, а мне это интересно. Вот. На этом сайте лучше в России абрикосовый сад. Плюс сливовый сад. Плюс неукривные персики. Плюс настоящая сладчайшая черешня. Плюс шелковица. Плюс гибриды. Так, между этим, этим и тем. Вот. И нас мало. А мы уходим. Вот так вот. Поэтому, может быть, может это судьбоносная встреча. Уже за то, что приютели меня, за то, что показали. Огромное вам спасибо. Вот. Дело в том, что... Вам спасибо за ваш труд. Дело в том, что вот пуская полоска, насчитал штук 20 абрикосов, ну все, ну куда это? А должно быть не 20, а 20 тысяч. Да, да, да. Вот так. И еще никто толком не умеет их размножать. Вот. А сайте, я вам сказал, почему. На сайте все есть. Будет желание? Вот. Потому что, вот смотрите, вы, прекрасный у вас полисадник. Извините, что вырываюсь. Красоты необыкновенной. Вы потратили столько труда, что вот этого же труда можно вырастить тысячу абрикосов. Вы поняли, на что я намекаю? Нет, серьезно. У вас, подчеркиваю, специально, я никогда, знаете, мне все хорошо, имея такой сад, как у меня, вот я сегодня утром встретил Тотарова, у него прекрасные сливы там эти, груши сладчайшие, вот. Я же его уже сколько раз это, придет время и вас буду раскручивать, если надо. Почему? Я не могу никому завидовать, у меня все равно самое лучшее, да? Вот. Зато посмотрите, какое это самое, у вас начало. У вас первозданный, у меня испорчено, у вас первозданный амур. Вот. Ну, пусть там таких веточек несколько всего найдется на всем дереве. Это надо специально обрезку делать, чтобы ветки были на поревку. Вот. И, так, и, значит, серафим. Тоже лучше мое, потому что у меня переделанный, серафим мне измельчал, а амур стал крупнее, но уже другое дерево получилось, клон. Вот. То, что вы показали, королевский, я же всем жалую, что он у меня перепылился с мелочью, измельчал, а у вас-то королевский с королевским он сохранился. Нынче вообще как никогда был. Вообще шикарно. Ой. Жалко, вот надо было недельки-две пораньше приехать, вы бы просто не поверили. Мы просто в таком восхищении, просто не верится на самом деле. Я все же опаздываю. Да, я здесь родилась и выросла, вот на этой благословенной земле. И у нас там, ну, росла только полукультурка и дичка, пронет, и черемуха. Это все, что у нас из садов было. Потом посадили обыкновенную там эту сливу мелкую. Но чтобы такой сад, у нас семья большая была, чтобы такой сад великолепный был, это просто была мечта. И просто не верилось, никогда не верилось, что тут может расти абрикос. Сейчас у нас еще, кстати, зреет виноград, черный уже темнеет. Чтобы был абрикос, груша, и в таком количестве, и такого качества, это просто вот правда. Вот не высказать словами, какой восторг. Для Сибири. Я сама выросла, родилась, и вот эти все изменения климата, вот в связи с морем, эти все как бы на глазах переживала, переживаю, и вот, пожалуйста, результат этих климатических условий сибирских. Именно сибирских. Для Юга Сибири это вообще, конечно, великолепие. А теперь я вам поплачусь и поеду. Так вот, вы, мне ваша сестранина поверила, вот результат. А я ведь не зря про грушу спросил. Я не вспомнил, когда сказал, нет ли тут груши. Потому что лесная красавица, первая груша из культурных сад, которая начала размножать. Да, 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 великолепная груша тоже. И к чему я говорю. Вы поверили Валерию Кочинжелезу 6 лет назад по приглашению. Правда, за свой счет приезжает в Москву на международную конференцию, записывается в докладчики, выходит на трибуну. Сейчас я вам объясню, в чем разница между вашим садом и той конференцией. Это я уже плачусь с молодежью. Вот поймете, почему я такой наглый, почему к вам ворвался. Да я успокоиться не могу. Я выхожу на трибуну и говорю, вы знаете, вы неправильно сады выращиваете. Во-первых, нужно отменить все эти приемы по уничтожению садов. И начинаю перечислять, да. Они мне отключили микрофон, сказали, до свидания, ваше время стекло на третьей минуте. Давали от 15 минут до 45 все. А мне на третьей минуте. Вот, то есть заткнули рот. Я растерялся, я говорю, а давайте, а я же вроде тоже не дурак, я говорю, вот это самое, у вас там сидит товарищ, вот перед этим, там какой-то прибор, но вот бок не будет. Я говорю, я туда закачал 50 лучших фотографий. Я приколосу сливаете. Вот, 50 лучших фотографий. Вы их покажите на экране, да, что я не болтаю. И я уйду, я ничего больше говорить не буду. Вот, а диск отдал, оператор закачал. Ну, там молодой парень, вот, как принято, молодежь лучше знает. Закачал, вот. И осталось только нажать на кнопочку и 50 фотографий вот с такими вот. Вот я сейчас крупный план, да. Вот. А у меня-то, я же вчера снимал абрикосы весом 110 грамм. Сливы снимал весом 80 грамм, вчера только. Я, у меня же, это, продавщица Оля, вот, а знаете, что Оля сказала, та же, как вы. Вот, правда, я ей не совсем поверил. У меня 6-летний ваш этот абрикос также показал, вот, и сказал, что у нее было, знаете, сколько ведер? 30. Я говорю, у такого деревца не может быть. Клянется, божится. Вот, говорит, на 8 тысяч продала. Откуда взяла-то? Одно дерево. Вот, то есть, ну, может, преувеличила. Ну, дело не в этом. Мне сказали, академик центральный, кто там, председатель, знаете, что сказал? Вы не заказывали показ фотографии. А то это 3 минуты, да, пролистать. Вот. И до свидания. И я ушел, зал молчит, молча. Я-то начал говорить про уничтожение деревьев, собственно, руками. Зал громовая тишина. Сел. Рядом сидит, это главный редактор представленного хозяйства, знаете, такой журнал. Вот. Достает там лекарства, что-то там накапало мне. И с этим я уехал. Все. Так вот, смотрите. Какое невежество, да. Вот. Не, слово-то какое применение. Это не я сказал. Вот. Ну что, смотрите еще раз. Это уникальная вещь. Для центральной России, да? Да, Москва, в Москве же ни черта нету. Да. Культурные, культурные как бы области, так вот, законодатели культуры. Вот так сказали. Ну все, извините, у меня наболело на душе. А кому еще поплакаться? Ну правильно. Мы должны об этом знать. Вот. И получается, что... Мы не красиво, мы живем и это... Еще раз говорю, это кадры не постановочные. Я вас вижу первый раз, всех клянусь в этом. Вот так. С трудом уговорил. Молодежь, так, по-моему, согласна. Вы себя увидите, правда. Ну и, наконец, вот три сорта уникальных, четвертая груша. Это все нарисовать я не мог, потому что первые мои фотографии мне говорили, это фотошоп. Вот так. Ну что, до свидания, друзья. До свидания. Спасибо вам большое за ваш труд. Да нет, вам спасибо. Вы помогли приоткрыть еще маленькую тайну для всего мира. Вы думаете, и сейчас верят? Понимаете, что они говорят? Это, в Железово двухметровый снег. Так, так, кто из вас скажет, сколько снега было в этом году? У меня не было здесь говорить. Поминайте. Двадцать, наверное. Двадцать. Двадцать сантиметров, наверное, да. Так, теперь, двадцать сантиметров. Это четыре спичечных коробка высота. Так, нет? Да. Ну-ка, скройте-ка этот абрикос. А мне говорят, что я скрываю. Ну все, я разговорился, потому что разволновался, вспомнил эту конференцию. Я счастлив, что я увидел чистые. Это просто для меня открытие. Прежде всего, для меня. Вот так попеределал я их. Там особая технология. Вот. Вот самая особая технология. Это серафим. Нет. Сначала это. Вот что я показываю. Это амур. Вот они с хвостиком. Пусть весь мир знает, как выглядят чистые амуры. Это ж мое первое поколение. Это ж, как сколько лет назад я с первого дерева ветки брал. Ну какое-то чудо. Мне Бог послал вас в подарок. Вот. Это серафим. Еще раз. Вот. Вот он чистенький. У него всегда яркий бок. Яркий такой. Насыщенный, как говорится. Да. Но он круглый. Видели? Чечкаленькая у него. Вот. У меня сейчас все серафимы стали амурами. Чистыми. А я просто дурею. Перепоянцы. Да. А мне скажут опять шарлатан. Ну вот смотрите. Столько лет сидит. Ну в принципе. У вас еще одно дерево есть. О. Да. Да. Вот это вот наверное серафим тоже. Да? Да. Это серафим что-то. Теперь уже вы знаете. Видите ветку сломало. А у меня с десяток уже сломало. Жалко. 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 Ну вот зреют. Слушайте. Вот все равно зреют. Зреют. Вот замазали и зреют. Ой. Ну что. Жалко расставаться друзья. Заезжайте. Жалко. Там еще у вас деревья. Но у меня уже нету сил. Сегодня дикая жара. Вот это вот у нас груша тоже. Вот посмотрите. Может вы скажете какой сорт. Давайте. Если не спелое то. Качество не очень. Если не спелое то. Очень вкусовые качества. Значит не моя. У меня все сладкие. Значит не моя. Она кстати. Так. 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 Немного ее нынче. Следов прививки не вижу. Она наверное покупала саженец. Наверное. Но мы еще никто не жаловался. Вот погрушим равных нет. Вот эта вот малышка. Это 100 летняя. Она еще наверняка старше. Раньше появилась чем я приехал. Это самая первая. Сюда жить. Ну она всегда плодоносит. Это естественно. Я знаю откуда. Всегда плодоносит. Это субботинская станция. Может быть. Они были монополистами. Такая как полукультурка. Да. Это северянка. Такие средневкусовые качества. Это северянка. Все понятно. Ну всегда много. Всегда есть. Единственное что. Вот она берет количество. Ну количество. Нет. Ну переработка она хороша. Да. Так. Ну ладно. Еще показал вашу смородину. Жалко. Вот не дайте бы 2-3. Вы бы тут вообще вот просто. А вот это вот. Это тоже вот. Королевский или это серафим? Это наверное серафим. Потому что он отличается вот от этого дерева. Отличается. Сейчас будем смотреть. Когда остаются немного. Они плохо окрашены. Их трудно. Ну для королевской они мелковаты. Серафим наверное. Да. Наверное. Такой выраженный яркий красный бок. Первая сорта я продавал королевский серафим и амур. Вот. Вот из этой троицы. Ну вот они и есть. Королевский серафим. А теперь уже вы бы начали понимать. Да. Серафим. Ну вот друзья. Заканчивается абрикосовая эпопея 2016. Абрикосов еще много. Вот. Но рассказал я. Не о всех нет. Но все-таки я больше половины рассказал. И показал. И что-то надеюсь прояснил. Вон мой абрикосовый сад. Больше двухсот ведер вывезено. Так. Сейчас его постараюсь приблизить. Я не случайно здесь нахожусь. В этом месте. Вот. Знаете почему? На этой стороне абрикоса. Вот. Я стою на востоке. Смотрю я. В сторону запада. Вот эта сторона позже созревает. И вот еще сколько их. Этот рекорд у меня будет урожайный. Я думал. В 2013-2015 год. Оба раза ведер 250-300. Что это предел. Дальше не может быть. Но. За год деревья еще так мощно прибавили. И такой урожай дали. Что шоки. Причем урожай не только у меня. А у всех. Кого бы я не спросил. Вот сейчас мы только были. Шуши. Это тоже Шушинский район. Совсем рядом. Несколько километров. Поселки Сизаи. Так. И. Вы посмотрели. На мои первозданные сорта. Это не были постановочные кадры. Это не были засланы казачки. Там все было по-честному. В чем клянусь Богом. А когда я клянусь Богом. Меня опять будут друзья. Верующие ругать нельзя. А кто бы мне поверил. Что все это не сказка. Но мне так хотелось доказать вам. Что дело не в каком-то одном саде. А дело в принципе. Видели там не было этих дебильных ям. Которыми до сих пор украшены. И сады. И вся литература. Вот сейчас самое страшное. И ролики. Где опять учат садить в эти ямы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok